доброго здоровьица 12 августа я на тропе я на тропе я на тропе шагаю бодро я на тропе я на тропе шагаю бодро ее на тропе на тропе я на тропе я на тропе шагаю бодро да главное в тренинге это регулярность регулярность и не надо за какой-то там нагрузкой гнаться за результатом регулярность потому что после нагрузки любой такой большой надо восстановиться надо восстановиться если этого не делать то со временем человек устает и все забрасывает тут идешь любуйся красотами природами у меня вот в результате моих занятий да и так видать в результате гнаеродной инфекции с детства сарденька не такое сильно как хотелось это ощущается вот после моих таких занятий потому что как вы видели вот я выстрел занятия довольно-таки серьезное занятие с большими напряжениями естественно дает на русскую на серденька на серденька чувствуется после этой нагрузки также на суставы суставчиком надо дать время отдохнуть чтобы они отдохнули и вообще чтобы эти вы как работаем как такой своеобразный конденсатор особенно спортсмены набрались энергии а потом только я раз во время тренировки или соревнований разрядились потом опять надо набраться вот это такая особая энергия которая позволяет поддерживать волевые усилия которая особенно проявляется явственно это во время выполнения физических упражнений с каким-то отягощением то есть это уже напрягаться ты должен раз это продемонстрировать другой раз третий вот и вот тут очень важно вести то такое 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 интервальную интервальную жизнь давая себе и нагрузку и отдых естественно у человека должен быть интерес что тот ему такое было бы интересно что там такое хотелось бы тогда он был говорить не просто там гуляет для здоровья не просто занимается там чтобы быть сильным для себя ну вот тогда ему это как-то интересно и он занимается более-менее регулярно как вывернуло как вывернуло как вывернуло дерево а если посмотреть а если посмотрите почему она вывернулась вот так вот обратите внимание видите вот эти то уродливые наросты да но все сожрано грибком вот вам еще природа показывает что и как происходит вот так вот и человек внутри от этой вот такой скрытой инфекции которая протекает без температуры так что-то там не здоровится а вот кстати сам грибок грибок видите вот он какой это грибочек так вот это и вот он грибок вот он грибок значит все это становится трухлявым да и вот грибок смотрите какой он тут становится трухлявым вот тут есть а это уже все сожрал грибок то есть вот еще есть дерево это а вот тоже тоже все грибок сажал и потом вроде бы стоит могучее дерево как бы сказать и человек такой еще дородное еще вроде бы как здоровые а внутри он уже весь прогнил и потом такая небольшая нагрузочка внешняя вот как в данном случае с бури и такое огромное дерево и завалилась то есть у человека инфаркт инксульт онкология или еще какая-то ерунда ну вот природа нам все это показывает как все это происходит и с нашим органоидом ничего мы не хотим понимать дайте нам рецептик и мы побежали дальше побежали дальше побежали дальше а потом только трах-бах ай-ай-ай-ай-ай эмой кузнецы и дух наш молот куём и счастье калют чуть-чуть чуть-чуть вздымайся выше 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 на тяжкий молот 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 столяную грудь силы не исту чуть-чуть чуть-чуть как потом особая тишина особая тишина на природе такое наблюдается, когда вот как раз идет дело к тому, что энергии поступает ну, будем говорить какое-то такое уравновешивающее количество, а именно день и ночь становятся примерно одинаковы это как раз весеннее равноденствие осеннее равноденствие к чему сейчас мы идем вот наблюдается такая тихая, интересная погода и наоборот когда там летнее, зимнее солнцестояние то такие мощные мощные энергетические явления, бури и прочее прочее вот поэтому поэтому пропитываем свой организм не давая возможности в нем размножаться гноеродные инфекции разного рода бактериям и грибкам где она особенно любит откуда она и так сказать постоянно там она любит образовываться очаг ее как правило как правило самый-самый основной очаг это через рот через рот тянем всякую-всякую всякую бяку-каку и потом начинается одно там расстроился кишечник там и оттуда начинается вся эта условно-патогенная микрофлора расселяться по всему организму образует там-сям очаги разрушая наши ткани органы не спеша не спеша вот это такое интересное интересное такое явление как такая белотекущая инфекция ни температуры не тебе особо анализы не показывают что что-то там такое а процесс идет а процесс идет значит внутри нашего желудочно-кишечного тракта это все ерунда и как как на это дело действовать средств много но как правило используются те которые легко осуществимы лично я использую семена тмина тмин бывает обыкновенный серый тмин бывает там египетский черный ну и то и другое нормально работает в средней Азии там еще тмин зовут зирой также можно использовать если ничего не достали и причем причем ничего не надо особо жевать проглотили ну пару семечек вот этих маленьких разжевали во рту чувствуете чувствуете интересный керосиновый запах такой вкус керосиновый вот что интересно проглотили семена пошли пошли по кишечнику и как раз туда куда не достает никакие лекарства которые принимаются через рот ни клизмы которые через нижние отверстия идут они не доходят но зато семна тмина проходя выделяя свой душок они способствуют нормализации нашего пищеварения добра здоровьица свои 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 мы свои свои не надо нас кусать не надо нас кусать защитник да но он уже знает знает добра здоровьица здравствуйте а я сегодня поеду вечерком на пруды а вы не расскажете как туда ехать да это частное и туда не это не пустят да частное оказывается хорошее ходит хорошее ходит вот последний раз у меня когда клюнул оборвал скотина поводок хитрый хитрый сазан ну ну можно не там именно сазан сазанище такой знаете классический такой дурной несется да причем уже там есть экземпляры побольше выросли они тут сразу покажут кто там возле хозяев двое лебедей пара было у них когда я приезжал два этих лебеденка потом вижу один он потом подрос он вроде большой спрашиваю что же с этим произошло говорит лиса сожрала а сейчас и второго нету все и второго нету не хочет а один там рассказывал говорит что у вас тут за монстры он там забросил с утра на закидушку хватил водил 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 так я его и не вытянул это такое дело рыбалка возьмет не возьмет хотя я был в Астрахани а там рассказали что один приехал а приехал мужичок что он достал он достал свой коробочек и из него различные там эти пузыречки поролончик бешеный клев на поролончик смачивает и она клюет на эти все вещи а я и халвы намешал с этой с мякотью не не халву ничего не хочу не кукурузу вот немножко отвлеклись отвлеклись я уже это рассказывал много раз что именно я делаю значит кишечник больная тема поголовно всех а есть у кого больше у кого меньше очень редкие люди у которых он практически не болел в основной массе он у всех болеет вот значит я тмином опа далее тмин значит кишечник мне хорошенько все это дело прошел нормализовал теперь кров кров лимфа а вот тут спасает нас проверенный друг керосин опять-таки масса различных средств не будем зацикливаться на керосине но наиболее удобно это использовать керосин в практике казалось то есть практика решает что человек применяет можно разные средства использовать от копеечных до миллионных и еще нельзя сказать что эффективнее но и удобства применения и так я применяю керосин причем причем как я сижу вот там различные где-то где-то бывают прыщички выскакивают у некоторых людей они облюбовали какое-то там определенное место на коже а это говорит о том что оно внутри там то есть когда когда мы с вами изучаем лимфатическую систему видео которое я выложил есть знание о словополагающей так вот как раз учение лимфатической системы что лимфатическая система выбрасывает на ближайшую поверхность то что там внутри творится а именно если у вас есть там допустим где-то в области лица прыщи вот она прямо напрямую через кожу выбрасывает не надо думать что что-то идет снаружи нет это это так отговорка что-то тут загнаилось бывает такое бывает такое но в основном это все не надо обольщаться это очень важно не надо обольщаться идет изнутри лимфатическая система выбрасывает вот и как правило если это там прыщички то есть гноеродная инфекция ага на нее значит керосинчик болят суставчики вот вот я занимаюсь и дополнительно на русском на суставы особенно плечи у меня локти кисти вес 27,5 килограмм с таким весом я еще никогда не работал ну попробуем итак вес 27,5 килограмм для меня это серьезно очень серьезно готовы весом прием смежа на сразу же чувствуется особенно это было раньше а так могут быть тазобедренные коленные естественно поясница вот о чем это говорит вот боли 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 человек вроде бы не застудил не травмировал а боли есть особенно допустим у женщин что там она делала что там она особо понимала где там она бегала а боли есть что говорит говорит о том что инфекция сидит в суставе жрет хрящи суставные запивает жидкостью межсуставной и нормально себя чувствует а мы там то 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 все там пытаемся лечить растиркой или еще чем то эффект конечно эффект конечно есть временные а дальше как ни в чем не бывало все это продолжается вот и вот как раз керосинчик как внутрь так и снаружи он способствует что эту гноеродную и рыбковую эффекцию он потихонечку ее удаляет из организма либо же не дает ей развернуться как она хотела бы то есть я понял такую для себя вещь надо пропитаться пропитаться таким составом который препятствовал бы размножению грибков игноеродной инфекции в организме но при этом не вредил бы всему остальному потому что есть такие вещества которые которые все уничтожают и чужое и свою а нам надо чтоб только чужое а свое не трогалось вот это такая интересная вещь значит я лично использую каросинчик раньше его использовал с утра теперь его используем на ночь на ночь где-то одна треть чайной ложки примерно так среднем в рот то есть я прямо с флакончика без всяких там лишних действий и потом конфетку в рот сосучью патч мактала все это дело смыл и пошел легкий спать то есть в итоге получается что нету ни запаха ни ничего и причем все это сначала наблюдается там запах какие-то неприятные ощущения в начале приема керосины а потом как трактор будете раз приняли не вперед без всякая вот такие вот я применяю две вещи значит мин и и и и керосин ну для большей 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 больше воздействия еще использую такие микроклизм очки специально я их делаю сам беру масло тмина примерно пол чайной ложечки туда могу добавить ну что там одну-две капли гвоздики либо одну-две капли эфирного масла шафрана ну или чего-то другого но в основном перечислил что я добавлял да значит добавляется 100 граммов воды все это перемешивается такую взвесь добро здоровься и потом в грушу и такая прямую кишку сразу же надо быстро лечь лечь и полежать ну хотя бы я так вот для себя считаю полежать полчасика доброго здоровьица спасибо и как практика показала я думал все таки масло на такое натуральное масло черного тмина египетская но такое едучая потому что когда его пил она так буквально таки разъедает пищевод то есть очень малое количество надо но с дозировкой у меня всегда проблемы вот поэтому я перестал а тут если все удачно лечь полежать то она даже назад не просится все куда-то уходит куда-то уходит ну вот можно предположить куда она там уходит значит всасывается и идет через печень в первую очередь то есть всасывается толстый кишечник идет через печеночку то что надо нам вот это вот нашу печень многострадальную которую так любят паразиты подлечить оздоровить очистить и далее уже там по всему организму то же самое эфирные эфирные вот эти масла дух их сильнейшие действуют вот такие я поделал увлекаться ими не стоит но я технологию для себя отработал вот все заключается в том что вы отработали для себя технологию сначала как-то непонятно неясно обременительно как это сделать как это это а потом когда вы все это поняли получается легко и просто получился очень довольно таки хороший эффект у меня вот в районе низа туловища там проблемы были то есть проблем вот некоторые там простатит там у них что-то попринимали а вылечили так вроде как вылечили там и так то просто найти проблему подцепить легко и просто избавиться от нее поэтому были разного рода такие какие-то там боли неприятные моменты ну это хорошо хорошо очень проработала вот я этот курсик еще повторю то есть надо сделать перерывчик я примерно сделал где-то 10 а то 15 ну где-то 10 уж точно и передохнуть потом можно повторить и тем самым вы как раз и мужчины и женщины в первую очередь органы малого таза хорошенько проработаете все это там ерунду далее далее суставы тазобедренные далее далее и далее возможно даже твоз потенция подымется такая интересная вещь вот что я делюсь что я делал естественно у каждого человека человека свое то есть мы получаем болезни нарабатываем их наедаем за счет эмоции хватаем у каждого человека это свое будет и все это по-своему и можно только предполагать что это будет вот примерно так вот в среднем а как это на самом деле будет вот я не зря вам показываю свои тренировки я никогда не бегал давно я уже не бегал километр я помню сдавали мы километр при поступлении в институт физической культуры и спорта я помню со мной бежали такие же как я тяжелоатлеты только только более так сказать маститые я как-то на финиш я еще прибежал более-менее так как я был помоложе добра здоровься они после финиша были пепельные пепельные дышали то есть с ними такое творилось вот для них нагрузка одно дело поднять там штангу килограмм там допустим 140 раз на пять то есть взять на руку толкнуть там ничего не стоило а вот этот вот забег на километр оказался ну можно сказать убийственным вот и вот с того времени я не бегал этот бег конечно показал там кстати вот опять мы подходим к этому дереву вот она растет и вроде бы все нормально то есть как бы сказать а как его протестировать она действительно нормально когда растет или же она уже там про гнило то есть дать ему хотя бы легенькую нагрузку не ту которая буря дала отдать бы ему в пол раза меньше и посмотреть что там она начнет она трещать начнется на там где-то ломаться ну чтоб только не сломалась до конца и вот это вот беговая нагрузка на как раз обходим группу о точек из культуры как своеобразный индикатор показывает насколько у вас крепок организм целом насколько у вас еще там системы ваши жизнеспособны насколько суставы еще могут двигаться то есть вот я побежал я побежал и я бежал все время значит мне в боку не закололо это очень хорошо сердце работало работало бухало битву легкие значит показали свою слабину там аж огнем все пылало то есть можно божать бежать было и побыстрее но именно проблема в легких там аж сухость вот этот сухой жар был вот это все притормаживала так где-то справа в тазобедренном даже не в тазобедренного боли в лимфатическом узле правого вот правого тазобедренного сустава там я почувствовал какую-то боли то есть обозначила что там что такое боль боль говорит о том что там значит плохо проходит нарушена циркуляция и нету того оттока который должен быть и в результате этого значит возникает боль но она также там прошла то есть вот себя тестируем тестируем нагрузкой это очень важно как вот это дерево если бы мы дали ему пол нагрузки это буря и посмотрели то можно было бы сказать да но тут еще постоит либо но надо какие-то подпорки было сделать вот значит продолжим я побежал значит все нормально потом вот потихонечку вот эти вот вещи начали нарастать именно с легкими задышал как паровоз но бежал то есть я нигде не остановился взял в темп один и тот же я его умудрился до конца выдержать не останавливаясь не отдыхая это хорошо значит там поболевался более нигде не колола обычно коли там справа слева говорит что там в какая-то либо энергетическая пробка либо такая материальная пробка то есть печень не успевать фильтровать кружку и начинается вот это вот колотьё и человек останавливается значит этого не было это уже такой хороший плюс и я пробежать пробежал довольно таки быстро восстановился то есть силы вернулись это тоже порадовало что возможность быстрого восстановления организма после нагрузки восстановление после нагрузки это очень хорошо очень-очень то есть вот бег показал мне сейчас начнется потихонечку температура спадать я начну и бегать там хоть 100 200 300 400 500 метров там то есть вот осенний зимний весенний период вот дополнительно займусь еще вот таким вот более быстрым шагом нежели сейчас скажу хотя и это хорошо регулярность это 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 самое самое что видно есть вот что мне показал бег теперь что показали показывают вот эти тренировки с тяжестями ну вот хотя бы тоже вчерашняя она как такая была и объемная и интенсивная и я как раз свой жим показал вот как я начал жать и закончил жать не ничего там не вырезая эти паузы чтобы в случае чего было понятно смотрящего сколько я отдыхал между подходами и между какими подходами если там между подходом к 40 килограмм их 60 я практически круг внутри своего спортзалчика обходил это примерно секунд наверно 45 и жал то уже когда вес стал 80 килограмм там уже не на отдыхал минутки полторы две и это уже так сказать вот именно нагрузка натуживающего характера она уже как-то больше влияет на сердце ну вот к ней я привык и как-то я ее переношу более-менее легче то есть тут уже годы тренировок десятилетия если начал где-то лет 14 этими железяками увлекаться и вот тут мне уже 65 50 лет я так или иначе тягаю конечно был вперед это где-то это где-то где-то 80 на 82 не наверное 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 по 2000 наверно 10 когда я так нерегулярно занимался заниматься заниматься но не регулярно а вот регулярно начал заниматься с какого я с четырнадцатого года и при этом обнаружились ну думаю сейчас как бы сказать все нормально сустав чеки так у меня все ничего не поболела начал заниматься и как раз болели суставы такой был период что было очень очень непросто и тяжело далее вот такая гравитационная гимнастика я как раз у него и был в подмосковье у него свой центр свои тиштаны все это так ее придумал обосновал был в америке вот и я значит позанимался потом домой приехал и вот у меня там случилось своеобразные там такие проблемы со спиной из-за неправильности занятий чтобы было очень тяжело вот я перестал делать приседания то есть нагрузку нас приседание становая тяга или тяга там какая-либо хотя мне это нравится вот жемлю же не особо не нравится но я знаю по тяжелой атлетике что надо сначала поставить технику движения а потом накачивать силу и когда вот это вот становится на правильные рельсы выполнение упражнения начинает приносить удовольствие это вот чувствуешь траекторию как оно должно быть ты чувствуешь как как мышцы должны на напрягаться ты чувствуешь как как сила используется вот начинаешь чувствовать этот рост всех показателей в этом движении это начинает приносить удовлетворение и вот я настраивался 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 дело 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 и вот оно пошло пошло вот да сильно на конечно эти упражнения натуживание влияют на влияют на на сердечко поэтому надо вот ходить надо давать какой-то отдых такой чтобы натуживание в сердце не загубить это дело делается довольно таки просто и плюс суставы вот я смотрел плюк федера я сниму лично знаком свое время то далекое семидесятые годы когда я активно занимался последняя половина 70-х годов служил спорт роте выполнил норматив мастера был молодым человеком и естественно хотелось проявиться в этом деле и вот он говорит и это он то что он говорит воплотил в жизнь ему сейчас наверное девяносто первый год уже идет он еще там приседает со штаной бегает занимается и плюс он еще там часа полтора играет на баяне вот там такой вот человек и он естественно вырастил несколько олимпийских чемпионов сам стал олимпийским чемпионом и он говорил что надо так вообще-то тренировочный процесс причем это процесс спортсмена профессионала высокого уровня поставить так чтобы ты вот придя в этот спорт здоровым с здоровыми там суставами там сердцем так же из него и ушел вот а если мы посмотрим вот Алексеев в прошлом его ученик видите нету человека значит не совсем правильно что-то занимался даже Абатинский нету человека вот он там сам занимался тренера ну и ряд других людей то у них суставы больные то им что-то там вставили то их уже просто-напросто нет хотя они намного моложе самого Плюкфеллера о видите как интересно так вот он сказал после того как дается нагрузка с тяжестями естественно эта нагрузка идет и на суставы там хрящевые поверхности там подтираются слегка травмируются посмотрим какое упражнение вы там выполняете и как выполняете и надо потом дать период на восстановление чтобы вы вернее ваши суставы на суставные поверхности восстановились и вот я дал вчера нагрузочку большую на спину фото на спину она как раз на плечи жим лежа и я вот чувствую так они стали побаливать побаливать теперь я буду делать тренировки с меньшими весами и дождусь когда боли в суставах исчезнут это где-то примерно так чтобы качественно произошло после большой нагрузки наверное где-то неделя если не больше и после этого я опять дам нагрузочку и опять таки здесь важно понимать вот эту особенность которую никто не говорит все там это представляют по-своему а именно что вот эти силовые тренировки позволяют человеку работать как конденсатор то есть накапливать энергию потом разряжаться накапливать энергию и разряжаться и для того чтобы восстановилась вот эта жизненная энергия особенно энергия которая поддерживает волевое усилие вот волевое это очень важно есть ряд различных энергий или можно сказать вот одна и та же энергия но она как бы подразделяется на несколько видов там да жизненно обеспечивает вот функционирование нашего организма да там какая-то там энергия там допустим ну творческая да энергия там волевая поддерживать вот что-то там такое вам надо допустим на голоде выдержать там семь суток или больше это уже волевая энергия вот и вот это вот жизненная энергия которая которую вы тратите во время занятий а именно на того чтобы напряться потому что сами сами можете заметить есть время что вы так азартно легко там напрягаетесь подтягиваетесь на турнике там гири там машете ну бегите там и все это там такое вам это в удовольствие в радость ух сил вагон а есть когда вот подтягиваетесь а оно что-то не тянется гиря тяжелая не бежится не дышится то есть вот вот ее мало у вас нет вот это вот охотки легкости это все связано как раз с этой энергией которая поддерживает волевое усилие или же в голод вы ага раз вступили в голод да легко там трое суток отголодали там неделю даже а то ну день ну не можете второй вообще не в могу третий уже пластом лежите это говорит о том что вот у вас нет вот этой вот волевой энергии которая руководит и заставляет вот именно заставляет и поддерживает вот это усилие то есть усилия могут быть различные физические интеллектуальные по жизни там какую-то цель поставили и сначала сейчас я буду тут ее там делать энтузиазм такой проходит месяц полгода год вот а до цели там еще допустим надо еще годика два-три а у вас уже уже нету нежелания ничего все вы уже так сказать в этом отношении сдулись вот вот эта вот энергия как раз должна восстановиться к чему я теперь веду так все это долго обстоятельно потому что я вот вроде как разговариваю с вами сам с собой и я дополнительно и сам себе уясняю что там что там происходит с моим организмом как куда я там движусь то есть вот такие вот рассуждения очень и очень интересное интересное дерево ну-ка чуть повыше вот так да освещено утренним солнцем тишина лепота хорошо вернемся значит после такой тяжелой объемной интенсивной тренировки объем это просто много вы там набрали килограммов наподнимали интенсивность это вы еще большие веса использовали для этого то есть это еще более выматывает организм надо ее набрать надо ее восстановить то есть помимо того что мы упражняем вроде бы как бы мышцы на самом деле первым делом мы с вами развиваем вот эту способность организма накапливать все больше и больше вот этой вот энергии которую далее мы используем для да там для тренировок то есть у нас есть такой запас кстати вот этот запас еще энергетически позволяет нам выдерживать разного рода вот такие бури невзгоды которые сломали то дерево это тоже интересная вещь и выставим видео я вот так ходил и записал сначала видео о порфирии корневичи а потом посчитал что можно сделать там лучше и сделал другое видео это так осталось лежала там у меня потом я посмотрел думаю да и эти мысли интересные решил выложить так к чему я веду я как раз вот в этом последнем видео выставил три фотографии порфирика ничего нового и вот смотрите вот он начал заниматься и видите какой он там струненький стоит сахарная тростиночка то есть как его вот это вот это вся его метода подсушила далее он начал эта метода набирать ну будем говорить мощь средняя фотография он уже хотя он стал допустим больше там и голода там что-то там больше как-то заниматься он стал покрупнее то есть вошел так сказать в сок человек стал покрупнее и наконец-таки последнее видео где он уже такой могучий вот можно сказать вот этот живот и как это вяжется с утверждением что он это четыре дня в неделю не ел то есть скорее всего это бы вязалось с первой фотографии когда он как сахарная тростиночка а нет наоборот то есть в результате всей его закалки и тонировки организм вошел серьезный просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо-про доброго здоровья и до новых встреч